У меня три поедут. Вот так. Волейбол еще пристели. Блядь, там привел Динамо-Динамо. Вот так же. На лавочке. Держу еще до этого. Садионе три. Заключительная игра розыгрыша золотого кубка конференции А. У нас играют Комус и Зарубежнефть. Нет, уже один приз дали. И все? Да. Один приз могли и так быть. Желтый, желтый. Слушай, Комус и Зарубежнефть. Как три-один, в итоге себя выходит. Итак, результаты в турнирной таблице. Сейчас следующие. У Зарубежнефть 6 очков. У Комуса 4. У Московского кредитного банка 3. У Инлайна 1 очко. В общем, ситуация следующая. Если выигрывает МКБ, то по 6 очков становится у них с Зарубежнефтью. МКБ переиграл Зарубежнефть в личные встречи. Тогда МКБ будет первым. Зарубежнефть второй. Комус третьим. Инлайн четвертым. Если сейчас у нас случаются ничья, то Зарубежнефть первая. МКБ Комусу уступил. Комус в случае ничьей в этом матче второй. МКБ третий, Инлайн четвертый. И совсем интересно будет, если выиграет Инлайн. У них тогда с Комусом становится по 4 очка. В личные встречи ничья 2-2. И будем мы сравнивать тогда Комус и Инлайн по разнице забитых и пропущенных. При этом Зарубежнефть на первой позиции останется. Можно в принципе сейчас пока игры только начинаются. Начинает прикидывать разницу у Комуса. У Комуса разница сейчас минус 1. Три матча отыграла команда у Инлайн групп. У Инлайна сейчас минус 2. Понятно, что если они выиграют, то с разницей хотя бы в один мяч. Вот если выиграют с разницей в один, тогда разница у Комуса и Инлайн становится одинаковой. Будем считать забитые, а это уже прям статистические дебри. В общем, желательно Инлайну выигрывать с преимуществом в 2 мяча. Попытка пробить головой мимо ворот. Ротари бросает сразу в штрафную. Гол! Забивает Московский кредитный банк. Выходят красные вперед. Сейчас уже внимательно за этой игрой смотрит Комус с Инлайном. Все болеют за ничью. Ничья сохранит существующий порядок. Мы уже сказали, что с рубеж нефти Комус полностью устраивает. Дай вы. Что такое, коровая? Да по таймам не разделено. Да, да. Ну, так. Внимаем, можно? А, это Михалыч что-то не замечал. Пополам раздели. Горячев на подборе. Отличная передача. Ровно в шаг Горячев попал. Так, Крюк, помнишь, что Лото здесь, да? Два матча и Лото. И лучшего наградим как раз после Игоря Нардеа. Дайте внимательно. Все, и дергусь сразу. Мамедов бил сам. Гриш, там фолк? Эй. Гриш. Гриш. Там фолк? Вот, только. Крюк, там фолк. Крюк. Сыграна половина тайма. Прихват инлайн. Удар прямо во вратаря. Передачи в пустые ворота. Надо было забивать, но было некому, к сожалению. Сыгран и Кейнг Лайн находились где угодно, но не в штрафной соперниках. Сыгран. Время. Сыгран. Унимай! финн быстро возвращается на свою половину мкб вдвоем против одного защитника и вратаря вышел мкб оступился видимо игрок только так можно наступ объяснить ошибку очередной отбор мкб на два раза отбился инлайн два раза повезло на 3 уже скорее всего не повезет в 3 и снова заигрывается инлайн вот мы говорили что два раза везет а в 3 нет но везет и в 3 и а а а а а Минута до перерыва. Да, правильно сейчас со скамейки МКБ дают подсказку поменьше прощать, когда голевые моменты у МКБ появляются, потому что пока прощали слишком часто. Преимущество было у МКБ, он будет отложенный фолл ин-лайну. После учета отложенного фолл у нас по нарушениям 2-2, а по счету МКБ пока ведет. Второй тайм. 1-0 МКБ пока сильнее ин-лайна. И в случае победы МКБ забирает золотой кубок наших соревнований. Основной трофей. В первенстве команды встречались и тогда МКБ одержал победу с минимальным преимуществом. 1-0. Такой же счет, как и сейчас. МКБ. 2-0. Такой же счет. В первенстве команды встречались. В первенстве команды встречались и это будет непросточным. То есть у МКБ. 3-2 у нас по нарушениям, поэтому компоненту игры стал вести МКБ. Быстрая атака московского кредитного, мяч вышел за пределы поля, чуть побыстрее можно вводить в игру. В одном протоколе у меня номер двенадцатый, а его нет у Капитал Лайф. Начинает МКБ прессинговать только когда мяч приближается к центру поля. Капитал Лайф. Гидлайн. Обстоятельно готовит атаку. Защитник должен был вратарю мяч оставить уже, чтобы он его вынес. Да, есть отбор. Тайм-аут берет МКБ. Игра продолжилась. Присчеты 1-0. Я понял. 3-3 МКБ атакует. В целом во время перерыва футболисты московского кредитного договорились с большими силами в атаку не идти. В счете они ведут. Результат их полностью устраивает. Разница забитых и пропущенных не нужна. Главное, чтобы была победа и три набранных очка. Бывшие цели. Пошли пятой номер. Началась последняя четверть игры. Вперед. Тренер подсказывает онлайну не торопиться, времени еще много, нужно ждать своего момента. Ну, вот, наверное, был момент. Нет, 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 нет. Враги нет, Вилюху, враги нет. Еще один удар онлайна. Контратака поедет. Проблема у МКП с контратаками. Проблема у МКП. Проблема у МКП. Проблема у МКП. Проблема у МКП. Порлема у МКП. Проблема у МКП. Горечев показывает, что кто-то должен открыться под него. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok